Привет! Ну давай через твой комментарий немножечко поговорим о Польше, правильно? Ты же в Польше находишься, окей. Смотри, Польша прекрасная, индустриально развитая страна, шикарная просто, там все действительно делается для людей, но есть одно но. Приблизительно с 2021 года работу для женщины во Вроцлаве в принципе было найти невозможно за хорошие деньги. За 2,600, за 2,800, пожалуйста, иди работай хоть в жабку, хоть в Макдональдс. А больше заработать обрубывали концы, нужны были мужчины. Рынок труда ужесточил свои требования по подбору персонала. Дальше возьмем. С 2019 года до 2022 я так и не получила децизию даже, хотя выиграла 2 вроцлавских суда, то есть у меня не было права там пребывать. Выехать с той страны я могла только в один конец, потому что у меня не было даже децизии. 2 суда, 1700 злотых по сегодняшний день ужон вроцлавский мне должен за моральный ущерб, за то, что я ни выплаты на ребенка не получала, ни 500+, ни декретные, ни родовые, ничего абсолютно просто. Мало этого всего я и ребенка не могла к себе прикрепить, потому что у меня нет карты. Скажи, пожалуйста, зачем мне жить в стране, которая не дает мне легализацию, раз, в стране, в которой я не могу найти себе хорошую высокооплачиваемую, два, страну, которая набежала, как в курятник, петухов набилась, понимаешь, после 24 февраля, когда началось СВО, которую засрали всю эту страну, и там тоже ее начинают изнутри расшатывать, раскачивать. Страна, в которой запрещены аборты, страна, в которой ущемляются права женщин, страна, в которой отсутствует полностью и медицина. Скажи мне. Кстати, последний закон о том, что нельзя обижать представителей ЛГБТ-парадов, вот это вот ЛГБТ-движение, как тебе? То есть теперь ты педику в глаза не можешь сказать, что он педик. Я не хочу жить в такой стране. Мало этого всего. После того, как приехали беженцы, нас зарабечаний отодвинули на самый крайний конец ряда. Мол, типа, сидели без документов по 5 лет, еще сидите, ждите, а мы будем беженцами заниматься. Их в садики взяли, хорошую разработали программу, да? Если они берут двоих детей беженцев, они отклоняются, уклоняются от налогов. Вообще просто красота. А мы насрано. А вы детей платите в платные сады, где садик стоит 1600 злотых. Вообще просто красота. Как я должна выжить? Скажи мне. Скажи. Вот мне эта страна не подошла для жизни. Какое будущее у моего ребенка, перспектива? Какая? Да я сойду с ума, пока заработаю ей на образование. И что в будущем? Она будет параши мыть? Дальше возьмем. Ни один уважающий себя поляк не выйдет за замухрышку, блядь, из третьей страны, бедную нищебродку, необразованную. В Польше, как и во всей Европе, люди-карьеристы. И сходятся они чаще всего по интересам финансовым. Потому что в Европе каждый сам за себя платит, а не так, как кто-то привык. Перспективы для наших детей. У меня нету там мужа, который будет содержать мою семью, а я буду ходить учиться. У меня нету опоры, чтобы знать, что моему ребенку заплатят за образование. Смысл сидеть в Европе. И я не вижу смысла. Сносят памятники, стирают историю. Зачем это? Для чего это? То есть мы приезжаем туда, мы свою жизнь сложим на пьедестал этой страны, мы эту страну строим, а ты один хуй остаешься обслуживающим персоналом. А ты один хуй постоянно в очереди, в ужондах, в бланках, в заполнениях. И ты постоянно должен доказать, что ты имеешь право жить, работать и существовать наравне со всеми. И все равно рано или поздно встретится тот поляк, который тебе скажет «До видзеня!» и покажет тебе рукой в сторону направления Украины. Смысл. Не вижу смысла. Я много где побыла, милая. Я посмотрела Европу изнутри, будучи уже мамой. Не просто туристом и зарабичанкой, а с ребенком. И это полное говно. Я ребенка рожала не для того, чтобы ей прививали, блядь, что она, это оно, что можно будет в дальнейшем им там менять пол свой, когда они захотят, что ребенку будут преподавать в школах сексуальное образование, как в Германии, без разрешения родителей на это. Я не для этого свою дочь рожала. Я хочу, чтобы у моего ребенка было шикарное, хорошее детство. Утренники, в лесу родилась елочка, Новый год, туфельки, бантики, снежинки. Понимаешь? Чтобы ее уважали мужчины, чтобы она видела. Маме помогают коляску перенести, донести. Там пакеты поднесут. Что это с уважением. Чтобы девочка понимала, что она принцесса. А не батрак, блядь. Поэтому у меня хорошее впечатление о Европе. Очень. Но без детей. Как-то так.